Учитывая ситуацию с COVID-19, которая негативно сказывается как на работе с документами, так и на строительных процессах, Дауговская дума приняла решение продлить срок подачи отчетов для участников городской программы по сохранению духовного наследия. Единогласным решением депутатов эта дата была продлена с 31 декабря этого года до 10 апреля 2021 года. В этом году данная программа стартовала уже в третий раз. Религиозные общины, как и прежде, могли претендовать на поддержку соуправления для исследования, консервации, реставрации и других работ с сакральными ценностями. Объем софинансирования остался неизменным – 75% от общей суммы издержек при максимальной поддержке в 5000 евро. После оценки заявок было одобрено 7 проектов. Реставрация окон в Грифском католическом костеле Пресвятой Девы Марии, восстановление элементов фасада на костеле Святого Петра в Веригах, работа с фасадом и создание дождевого водостока в Даугутской синагоге, реставрация иконы в Маленной Нидеркунской старообрядческой общине, разработка документации для ливневой канализации и перестройки сарая у костела Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, разработка документации для системы отопления и вентиляции в Маленной 1-й Даугутской старообрядческой общине и подготовительные работы перед созданием проекта по реставрации православного храма Александра Невского на гарнизонном кладбище. По любым возникшим с программой вопросам можно обращаться в Департамент городского планирования и строительства по улице Райня, 28. Стоит отметить, что аналогичная государственная программа, проводимая Управлением национального культурного наследия, в которой также участвуют проекты из Даугутилса и Даугутилского края, не подразумевает продление сроков по отчетам, их нужно сдать до 31 декабря этого года. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугутилской городской думы.